Пусть своё показывают звериное лицо. В общем, да, надо снимать. Показывать всех, что перекроют. Окна, габариты. Сейчас подождём наших ребят. В воскресенье была хода сторонников Путина и сепаратистов, которые пришли к памятнику Дюка. Четырёх наших человек избили. Разрушили возле памятника мемориал Небесной Сотни. Эти гоблины пришли, разрушили, избили наших людей. Весело пошли, потом терроризируя город. Срывая с людей украинские стрички, пытаясь прицепиться к женщинам, к детям, пытаясь заходить. У нас много звонков. Заходили там, где висели украинские флаги и говорили, почему вы их весите. То есть вот такая вот ходьба вурдалаков была. Мы теперь, общественность города решила выяснить, почему это ходьба состоялась и в том числе, почему был именно такой маршрут. У нас была информация от СБУ, что СБУ заранее, за два дня предупредила горосполком, то есть господина Брындака, о том, что возможны столкновения и жертвы. Господин Брындак, как оказывается, то есть мы сегодня хотели предъявить серьезную претензию окружному суду, но выяснилось, что главную претензию мы будем предъявлять господину Брындаку, потому что господин Брындак специально дотянул с подачи иска до дня митинга. Тем самым окружной суд по закону не мог отменить его. Мы сейчас зайдем и спросим, так ли это было на самом деле, чтобы мы поняли, кто виноват в столкновениях воскресенья, в первую очередь. Или это нелепый судья, или это позиция окружного суда, что они у нас не патриоты, да, то есть на чьей они стороне, эти государственные служащие. Я назвала Надя Бойко, я пресс-секретарь Одесского окружного агентства. Безумовно. Голова нашего суду находится на работе, он выполняет свои профессиональные обязательства, он слушает сейчас страны. И поэтому я, в соответствии с моим государственным повновением, я могу дать вам ответы на вопросы, которые вы спрашиваете. Мне известна мета вашего визита, хотя не очень понятно. Мирные сборы, мирные сборы с холодным оружием, кровопролития собаки, мирные сборы. И это на 40 дней. На 40 дней? На 40 дней. Кроме законов, есть еще гражданская позиция. Понимаете, ваша гражданская позиция? Например, по какому закону у нас анексовали Крым? Скажите, пожалуйста, у вас есть законы? Это какая-то незвычайная ситуация. Такого не бывает. До царя пришла какая-то челень. Так это выглядит. Чтобы защищаться на улице. Эту челень, смотрите, встретили на пороге. Секунду, секунду. По-друге. В чем причина, почему СМИ не могут выяснить общение вашего главы административного правосудования? Позиция главы судов. Позиция такая. То есть, позиция общественности его не интересует. Путины! Эй! Путины! Эй! Путины! Эй! Путины! Эй! Путины! Эй! Вы препятствуете свободному входу граждан в суд. Почему? Милиционеры препятствуют. Почему вы это делаете? Почему я препятствую вам? Мы сейчас понимаем очень просто. Просто, что если сейчас глава суда не решает вопрос о встрече с активистами при прессе, то мы, как граждане Одессы, имеем право совершенно спокойно зайти. Нам сказали, идут заседания. Они все должны быть открыты. На любое открытое заседание мы сейчас, как граждане, хотим пройти. Скажите, подождите. Мы же подождали. Ты тоже на работе. Это партнер Украины. Мы все время тратим, свое личное. Для того, чтобы порядок наводить в стране. В том числе, где ваши дети учатся и в жорный магазин ходят. Идите, зовите старшим. Не граждане Одессы провоцируют столкновение, а провоцируют поведение наглое людей в судейских мантиях, которые получают зарплату с наших налогов. Страна им дала все. Положение. Неприкосновенность. Охрану в виде реформы. Охрану. Дала им возможность брать взятки. Строить себе гигантские дома. Красивые машины. И мы видим, что они посчитали, что теперь все равно... Красивая жизнь закончилась. Не, не закончилась. Закончилась. А мы им говорим, что красивая жизнь закончилась. Суд в рабочее время закрывают. А как, по-другому, оказывается, закон не работает. Вам другая. Ну нам надо в суд попасть. Ну а в Украине! Раз, два! Не, мы... Ну что, ломать дверь? Нет, ломать не надо. Ломать дверь? Вот я спрашиваю. Ну а как попасть? Я никому не пробую, я сучу в дверь. А ты спрашиваю, что просто пресса и сук, а?